Скажите, у кого брали тренировки с горными скалолазами? Это опыт. Опыт уже не пропьёшь. Который раз делаете такое? Четвёртый год. Это не инструкция по технике безопасности во время опасного, но очень увлекательного занятия, каким без сомнения является преодоление горных склонов. В данном случае специалисты парка «Зелёный остров» рассказывают о создании красоты в месте, известном как «Цветочные часы». Когда дождь пройдёт, сыро, мы не можем сюда подняться. А вот в сухую погоду поднимаемся, одеваем специальную обувь, чтобы не скользить, и занимаемся высадкой. В основном, вот даже вот этот кусочек земли занимает 3-4 часа порой, потому что напряжение на ноги, на руки. По словам Ирины и Юлии, в первый год они пробовали посадить на склоне бегонию, но та оказалась капризным растением. Пришлось рассматривать иные кандидатуры на должность этаких стражей на часах у входа в парк. Год назад выбор пал на красные и зелёные колиусы, хорошо заметные издалека и отлично растущие в столь непростых условиях. А чтобы растения не погибли, представители парка подготовили и теперь обновляют систему орошения. К слову, подобные конструкции капельного орошения установлены на нескольких клумбах Зелёного острова. И в обязанности Халиса Сарыева входит в том числе следить за их состоянием, а при необходимости и менять старые шланги. Как уверяют работники городского оазиса, жители и гости региональной столицы после окончания режима самоизоляции смогут в полной мере насладиться красотами обустроенного для них парка. И не только им. Это место знает большинство тех, кто хоть раз посещал Зелёный остров. Найти старые фотографии, казалось бы, обыкновенной водоразборной колонки нам не удалось. Но видя восторженные взгляды прохожих, понимаешь, что это не просто металлическая конструкция, скорее память о прошлом. Вы помните то время, когда колонка, эта колонка выглядела иначе? Конечно, помню. Очень много лет здесь были камни, здесь собиралось даже, даже был некоторый мусор. А сейчас очень красиво сделали эту колонку. Вот я первый раз её увидела, даже сфотографировала, чтобы показать. Впрочем, демонстрируя положительные примеры благоустройства в Черкесске, не стоит забывать и о том, что сделать предстоит куда больше. Это парк рядом с Покровской церковью. Рост зелени оказался настолько бурным, что есть вероятность подцепить в некошенной траве какого-нибудь паразита. Правда, от некоторых людей стоило бы оградить и сам парк. Гномики с отбитыми конечностями давно не радуют посетителей своим внешним видом. Но вандалам этого оказалось мало. Теперь одна из скульптур отличается от остальных необычным загаром. Конечно, всё это можно заменить, но где гарантия, что новых гномиков или другие элементы красоты не постигнет та же участь? Чтобы получать что-то новое, надо сперва научиться беречь имеющийся. Артур Махцемиха Каракелян. Итоги недели.